Всем привет, ребята! Вы на канале Ирочка.Инфо и сегодня я решила вам показать, как я ухаживаю за своим лицом и какие же уходовые средства я использую. Оставайтесь со мной до конца, я вам все наглядно покажу и расскажу. Ну а сейчас перемещаемся в ванную. Вот музей в ванной. Я собрала высокий хвост, чтобы мне не мешали волосы. Ну и сейчас я буду вам поочередно рассказывать и показывать, как же я ухаживаю за своим лицом практически каждый день. Начинаю я всегда с пенки для лица, ведь она лучше всего очищает и увлажняет кожу. У меня их две и сейчас расскажу почему. Эту пенку я использую для снятия макияжа, она с этим очень хорошо справляется. А эту пенку для лица я чаще всего использую для умывания и очищения лица. Благодаря силиконовым зубчикам кожа очищается в разы лучше от всякой пыли и грязи, которая попадает на наше лицо в течение всего дня. Примерно так это выглядит. Пенка наносится очень легко, простым нажатием. Вот такой вот цветочек, в кавычках. Честно, это очень приятно и эти силиконовые зубчики очень приятные по ощущению. В течение пяти минут я где-то массирую вот так свое лицо и потом просто смываю прохладной водой. Ну или теплой, только не горячей и не сильно холодной, потому что это очень травмирует кожу лица. Я люблю включать музыку или смотреть фильм. Так не замечаешь, как проходит и 5 и 10 минут. Примерно так выглядит мое лицо после этой пенки. Коза становится в разы мягче и нежнее, правда. Ну а сейчас переходим ко второму этапу. Далее я использую вот такой вот гель для лица с экстрактом алоэ вера и успокаивающими травами. Вся прелесть этого геля в том, что он содержит небольшое количество скраба для лица. То есть эффект удваивается. Увлажнение плюс скрабирование. Именно поэтому я использую этот гель исключительно после увлажнения лица, чтобы ни в коем случае не оставить повреждения либо раздражения. Я нанесла небольшое количество этого геля на ладонь, чтобы вам продемонстрировать, что здесь правда присутствует скраб. Вот эти синенькие пятнышки, крапинки. Это и есть скраб, который очень хорошо скрабирует кожу. Сейчас мы сюда наносим капельку воды и потом очень хорошо растираем в ладонях. Примерно так нужно все растереть, чтобы вспенить эту массу. Вот примерно так, видите? И потом уже наносить на лицо. Так эффект будет намного лучше. Постепенно можно добавлять воды. Теперь я наношу это все на лицо. Той маленькой капельки, которая просто растеклась по моей ладони, совершенно достаточно для моего лица. И так растираем около минуты или меньше, если хотите. Я предпочитаю где-то минуту. И потом смываем прохладной или теплой водой. Можете заметить, что сейчас после использования этого геля мое лицо больше не блестит. Почему же оно блестело? Потому что был жирный слой. У меня очень жирная кожа, но есть участки, где она сухая. Именно поэтому я их не трогаю. Этот гель очень хорошо сушит кожу. Всякие прыщи мелкие, высыпания. Но если у вас чувствительная сухая кожа, то лучше этот гель не использовать. Далее я протираю лицо тоником. Для этого я использую ватный диск и тоник. Тоник у меня ультра освежающий. Стягивает и высушивает кожу. К счастью, тоник подходит ко всем типам кожи. И к сухой, и к жирной, и даже к чувствительной тоже. Он очень хорошо питает, увлажняет и освежает кожу на целых 24 часа. Обильно и тщательно протираю все лицо. Упускаю только один участок. Зона под глазом. Это очень чувствительная зона, и она очень опасная для нанесения тоника. А вот нос самое то. Не забываем и про шею. Ее тоже нужно протирать и увлажнять, ведь там тоже скапливается достаточно пыли и грязи за весь день. Ждем, чтобы тоник впитался. И после этого хорошо умываем лицо прохладной или теплой водой. Не каждый день, но раз в неделю я также использую маски. Очень люблю их делать. Моя любимая пористая масочка. С ней очень комфортно находиться, а еще она очень хорошо увлажняет кожу. И две масочки против черных точек. Это моя самая большая проблема, которая меня очень беспокоит. Я пытаюсь с ней бороться уже около года. Сегодня я маски использовать не буду, но зато пришло время использовать эти чудо-салфетки против комедонов. В предыдущем видео я вам рассказывала и показывала, как выглядело мое лицо после чистки у косметолога. И что же мне посоветовали. Именно вот эти вот салфетки, которые окисляют, очищают и отшелушивают мое лицо. Именно зону лба. Ведь это моя проблемная зона с комедонами. Их тут очень много, и они очень тонкие. Да, тут одна штучка. Нет, не одна. Тут их две. Заново. Боже мой. Да закрывайся. С комедонами, к сожалению, не так легко... С комедонами, к сожалению, не так легко бороться, как кажется. Именно поэтому мне косметолог посоветовал эти чудо-салфетки, которые, я надеюсь, что мне помогут. Тут их очень много. Они просто тончайшие, но очень хорошо пропитаны этой кислотой. Нельзя ими... Ой, боже, как печет, злоупотреблять. Их можно использовать только два раза в неделю. Они, кстати, очень хорошо борются и с пятнами. Быть девочкой очень непросто. Это очень печет, именно потому, что у меня проблемная зона – это лоб. И еще у меня выскочило каких-то два непонятных существа. Ты даже не прыщишь, что это? Просто Ира, нужно поменьше кушать сладкого. Это очень сложно сдерживаться. Красота и правда требует жертв. Ну вот и все. На этом и закончились мои бьюти-процедуры для моего лица. Примерно так выглядит мой уходовый вечер. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. И вам показалась полезной некая информация, которую я вам сегодня рассказала. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и делиться этим видео с друзьями. Пишите в комментариях и рассказывайте, делитесь, как же ухаживаете вы за своим лицом. Всем пока-пока, ждите новых логов. Пока-пока, ребята! И подписываться на мой канал. Надеюсь, вам была полезна некая информация. Теперь я наношу на лицо той маленький кап... Вот музей в ванной. Вы ее тоже будете использовать. Я была бы очень рада. Не забывайте делиться вашим опытом и чем же пользуетесь вы для своего лица. Да, господи! Боже, как же печет! Обильно и тщательно протираю все лицо. Упускаю только один участок. Ждем, чтобы... Ждем, чтобы тоник впитался. Ну и после этого протираем лицо. Субтитры сделал DimaTorzok